Дом отдыха Дмитриадовский одним из первых в Ростовской области стал принимать беженцев с юго-востока Украины. Люди, пережившие все ужасы настоящей гражданской войны, смогли найти здесь кровь, тепло и заботу. Сегодня в Дмитриадовском проживают около 600 граждан Украины. Женщины, дети, старики. Многим из них потребовалась квалифицированная медицинская помощь. С людьми постоянно работают врачи-терапевты. А в четверг Дом отдыха посетили специалисты дорожной больницы СКЖД, которая имеет большой опыт работы в области медицинных катастроф. Врачи приехали по приглашению главы Новобесергеневского сельского поселения Валерия Сердюченко. Несмотря на то, что мы стараемся и наши все службы, районные службы медицинские, обследуют каждых прибывших жителей Украины, мы обратились с просьбой к Нахрадской Ольге Ивановне, это главный врач железнодорожной больницы, с просьбой оказать посильную помощь в обследовании нуждающихся в лечении приезжих жителей, жителей Украины. За это и население, и беженцы огромное спасибо говорят Ольге Ивановне и ее сотрудникам. Областную бригаду медиков помог сформировать заместитель главного врача дорожной больницы СКЖД Александр Рожков. Консультации окулиста, невропатолога, эндокринолога и хирурга-травматолога-ортопеда смогли получить около 50 человек, проживающих на территории Дмитриадовского. Кто-то может сказать, что сейчас этим людям важнее консультация психологов и будет неправ. У многих беженцев есть хронические заболевания, которые необходимо держать под контролем. И визит в дом отдыха врачей узких специалистов пришелся как нельзя кстати. Люди здесь жалко, жалко. Смотрю в их глаза, это и тоска, и надежда. И вот мы, врачи, приехали, пытаемся чем можем помочь и морально, и физически, и словом, и делом поддержать. Но я хочу искренне пожелать, не болейте. Только не болейте. Крепитесь, крепитесь и крепитесь. Все наладится, все будет хорошо. Вместе с главой Новобесергеневского сельского поселения Дмитриадовский посетил и сельский депутат Валерий Песковец. Он сам медик. Долгие годы работает в железнодорожной поликлинике Таганрога. Визит коллег из области он считает большим делом и надеется, что он был первым, но не последним. Хочется надеяться на дальнейшее сотрудничество и надеюсь, это сотрудничество будет полезно всем людям, которые попали в эти неудобные обстоятельства. Надеется, что эти обстоятельства, которые сейчас переживают люди, будут носить временный характер и в конце концов жизнь войдет в свое русло.